Многие горожане в родительский день решили добираться до кладбищ на собственном автомобиле. На подъездах к ним пробки, а парковочные места забиты под завязку. У самого входа на Власихинское кладбище нам останавливаться запретили. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию по всему городу. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Слава от Союзственной Святому Другому И ныне пристал, и в олеги веков, аминь. Для православных на территории кладбища в часовне провели молебен. Вера в существование вечной души дает надежду на помощь свыше не только религиозным людям, но и сторонникам любых философских или эзотерических учений. Легче становится. Правда, выходишь, какой-то вот прям хорошо побывал, как бы долг свой отдал. На могилу Николая Черкасова, писателя и поэта, родом из села Панфилово, приехали две его дочери. Вырваться сюда получается нечасто, поэтому убирать территорию пришлось на Радоницу. Нехорошо, а надо. Сестры делятся наблюдениями. Когда умоешь водой портрет на памятном камне, папа улыбается. Он как бы с юмором был. У него есть стихотворения есть такие немножко с юмором. Обычно то, что в детстве вспоминается больше, как бы детское вот это вот. Как он с внучкой общался, было очень смешно. Ушел из жизни Николай Черкасов уже в статусе члена Союза писателей. На его малой родине ежегодно проводятся черкасовские чтения. Существует даже литературная премия его имени. А книги хранятся в библиотеках края и даже издаются. Дочки Марина и Елена участвуют в памятных встречах. Мне кажется, им тоже это надо. Ну и нам надо, но и им это надо. Чтобы не забывались, чтобы вспоминали. Это же связь с родом. А род у них был очень такой. У них было 16 детей. Представляете? 16. И причем отца забрали на фронт. У живых осталось. Выжило, как много же детей умирало. 9 человек до взрослого возраста дожили. И они все общались до последнего. Люди не жалеют и денег на атрибуты для поминальных обрядов, искусственные цветы. Свыше десятка продавцов предлагали самые разные варианты через дорогу от входа на кладбище. Пластмассовую жизнь несут к могилам по привычке, потому что так правильно. Но каждый, кто приходит сюда к своим родным, несет с собой нечто более ценное. Самих себя и вечную благодарность за время, проведенное вместе прежде. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.